Дэдс, васап, песеры! Для начала небольшой экскурс в историю. Когда-то давно наша игра была еще не настолько ошеломительна. И помимо гандикапа она была наполнена скриптовыми забросами и несимпатичной графикой. Но некоторые до сих пор считают, что в той игре была душа и бла-бла-бла. В общем-то в те годы у нас там так же как и сейчас велись глупые споры о том, какой же вратарь все-таки лучше. И было два главных конкурента. Это Франческо Тольдо и Нельсон Дида. Лично я отдавал свое предпочтение легенде Милана и всегда был рад играть за него. И как же было грустно, что в PES 21 его уже не стало. Но прошло пару лет и он вернулся к нам в новом, более свежем, но не факт, что в симпатичном дизайне. Моложе на год и со статами, которые уже не торт. А насколько он остался хорош, сегодня я попытаюсь понять в этом ролике. А перед тем, как перейти к обзору, хочу напомнить, что именно благодаря партнерам моего канала у меня, как и у вас всех, есть возможность покупать голду невероятно быстро, капец как дешево и самое главное без дополнительной платы за оказание услуги. Все цены окончательные, а ссылка на этих бестов находится в закрепленном комментарии. Естественно, все тесты будут проводиться в дивизионах, если, конечно, мне удастся вообще найти соперника, потому что уже вот, о, наконец-то, да, что-то пошло. У соперника сюрстреминг в основе, так что я надеюсь, что Дида затащит. Так, Салах, давай проверим вратаря с соперника, и пока что он хорош. Так, сюда, хорошо, Варан! Блин, Варан на позиции цен играет лучше, чем Тимо Вернер, вау! Ну, этот хотя бы поворотом попадает, в смысле. Ну, что сказать, вот такой вот какой-то получился первый тайм. Дида все это время стоял просто зевал. Ну, давай же, Мэн, доведи до удара. Ну, хорош, удар Мбаппе был отражен. Только настораживает, что он не смог зафиксировать такой простой мяч. Только с ударом в створ. Ну, хорош, Дида справляется. Так вот, сейчас будет опасный момент, но удар какой-то получается максимально залупный. Ёпты, время-то уже 83-я минута. Черт побери, надо хотя бы один забить, чтобы этот матч выиграть, а то ничейка, ну, какое-то говно! Ху-ху-ху! Лео! Только вышел со скамейки и сразу же забил. Ну, что за супер-чудо-супер-сап! Просто дико хочу карточку этого мэна со стилем охотник за голами. Это будет просто пушка! Ну, вот какая-то такая статистика получается, но справедливости ради у соперника вот не было прям каких-то супер-жестко опасных моментов. Но все равно, Дида на своем месте. Второй соперник, и я надеюсь, что он намного лучше проверит моего Диду. Ой, Салах! Ой, Мухаммед! Ой, как красиво летит! Ну-ка! Опа, нихера, его не остановили! Ну! Ха-ха-ха! Ну, у соперника вратарь точно какой-то плох! Венисиус, сука! Все-таки... Ну, это... Можно сказать, что Месси просто испугался попадать в створ, потому что увидел там Диду. Че-то тут какая-то херня! Хорош, Дида! Это вообще... Ну, такой себе сейв, потому что такой себе удар. Опять пока что все так себе, но надеюсь, во втором тайме ударов каких-то более опасных будет намного больше. Я имею в виду со стороны соперника. Держим оборону, ребята! Хорош, отличный сейв, кстати, был. Ну, блин, это сдобивание. Это... Ну, такое хер знает. Мало кто вообще берет, и если берет, то это какая-то дикая случайность. Главное, что основной вот этот вот неприятный удар ему удалось отбить, а с добиванием да похер, типа, это вообще никакой не показатель. Нам надо в счете повести так хорош Лео! Ух ты, блядь, нихуя себе, вот это хороший сейв был. И что тут будет? Ой, ты хороший, какой пас-то получился, сука! Опять Дида умудряется отбить какой-то сумасшедший удар в упор, но пропускает сдобивание. Дикая ебаная случайность. Вот тут соперник нормально проверил нашего кипера, и, в принципе, Дида заслуженно стоит на втором месте. Третья катка, и я верю в соперника, как в себя. Давай, мэн, не подведи. Ебашь по нашим воротам, что есть силы, мощи и прочего. Бей в створ, ну, хорош Дида! Отличный просто сейв, ну, такой был неприятный удар. Так, это что будет опасно? Дида, красавчик, играет ногами, как руками! Так, это что за херня происходит? Это у меня с интернетом или соперник просто обосрался, поняв, что этому Диде хер забьешь? Проще просто закончить этот матч прямо сейчас. Ну, будем считать, что это Дида своими суперсейвами довел соперника до выхода из катки. Думаю, это заключительный соп. Давай, братишка, хотя бы ты не подведи. Душно мы как-то играем и вообще не создаем никаких опасных моментов у ворот друг друга. Хотя, вот здесь вот может что-то получиться. Ну, давай по-сецки, сука! Ой, бля, встретились два мастера игры в обороне. Ну, что ж за невезение-то, а? Мэн, у тебя же Холланд в основе. Давай, покажи нам что-нибудь супер-мега-охуеть, как опасное. Вижу тебя, хорош. Так, Боррелла, останавливаемся. Пас. Ой, сука, говно, пас. А вот это хороший перехват. И Кин наконец-то открывает счет в этом матче. Ну, и сейчас-то я надеюсь, что соперник возьмет, разозлится. И как, сука, начнет хуярить по нашим воротам. Пожалуйста, сделай так. Че тут получается? О, хороший пас! Ебать! Вот это сейв! Вот это вот реально достойно! Вот здесь вот браво, Дида! Блядский Венисиус, какой он скользкий! А вот это вот хороший сейв! Второй в матче! Дида, крут! Давай подай под шикарный удар! Ну! Еее! Ну, тут вроде как бы защита, да, помогла вратарю. Но все равно, это хорошо. Это значит, получается, что защитники и вратарь сработались. Туда, вперед, хорош саллах! Блядь, как же у тебя корпус вообще плох! Так, 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 мяч нам отскочил! Кин делает дубль! Но это и не важно, на самом деле. Пофигу. Нам-то главное было проверить вратаря. И он, в принципе, отбил то, что мог бы и пропустить. Вот условный Нойер у меня такое, как нехер делать, пропустил бы. И он пропускает. А мне от этого становится постоянно печально. Короче, я тут еще не на запись сыграл каток 6 за этого мужчину. И пока что мне кажется, что он крутой кипер. Понятное дело, что вратари у всех стоят по-разному. И каждый из них умеет как круто обосраться, так и наоборот. Спорить на эту тему вообще нет смысла. Но в этот раз мне кажется, повезло с таким дропом. Ибо когда в прошлом я долго охотился на айконик Чеха и все-таки поймал его, он у меня с самых первых матчей стоял как-то так себе. Тут обратный случай. В общем, я рад, что легендарик вернулся. И за это Konami я отсыпаю горсточку риса. Душ мило жмет на диск, ведь его весят. Киберспорт, юмор и киберспорт, песни. А каждый топ-мен знает, это бист. Приветствей, ставит палец вверх. После дэдс вассад, бессеры.